Так, да, коллеги, доброе утро, доброе утро, всем здравствуйте. Значит, мы с вами сегодня работаем здесь. То, что мы с вами встретились, очевидно, означает, что вы получили мое сообщение. Значит, я на всякий случай, да, повторю, что пока я переношу сюда только вот сегодняшнюю лекцию по поводу следующих, я буду снова писать. Но, в общем, есть ненулевые шансы, что на некоторое время нам придется покинуть платформу Twitch и остаться здесь. Но пока вас меньше ста, это проблем не вызывает. Значит, если вдруг соберутся прям все, тогда, возможно, придется, ну, осваивать, например, стриминг на YouTube. Так, значит, коллеги, появились вопросы. Да, Аршир, конечно, все в порядке, мы понимаем, что у вас там были какие-то сложности с каналом, ничего страшного, все бывает. Значит, Никита, да, запись будет. Я, на самом деле, уже, наверное, человеком 15-ти отвечала на этот вопрос. Кто-то писал в личный кабинет, кто-то подходил лично. Значит, коллеги, да, я понимаю, что я вас немножко избаловала тем, что обычно я выкладываю записи день в день. Но вот сейчас у нас такое немножко безумное время, когда я просто не успела записи из Zoom, в отличие от записи из Twitch, приходится немножко обрабатывать там. Не то чтобы сильно, но, по крайней мере, вот этот начальный период, когда я стою к вам спиной и просто впускаю людей в зал ожидания, вот оставлять его в записи, совершенно не осмысленно. Поэтому я выложу, да, все записи есть и все записи будут выложены на моем канале. Вот, но я, мне кажется, я уже дней пять пишу, что вот типа, да-да-да, я сегодня вечером это сделаю. Вчера я тоже тем-то подходила с вопросом, говорила, что я сегодня вечером постараюсь сделать, но вот, к сожалению, я не смогла найти время и силы для того, чтобы это сделать вчера. Я, давайте так, я постараюсь сделать это к концу недели, да, тут не вы, не я вообще не виновата, количество вводных, оно иногда бывает слишком большим для 24 часов в сутках. Но нет, все записи, конечно, будут. Хорошо, хорошо. Значит, коллеги, мы с вами в прошлый раз начали обсуждать вопросы применения флори-чисел. Ну и для нас самый-самый актуальный вопрос – это применение теории числа в криптографе. Собственно, мы с вами вот в прошлый раз, неделю назад, обсуждали алгоритм шифрования РСА. Заодно мы ввели несколько важных базовых определений, в частности, уточнили, что такое шифрование, что такое задача шифрования, и упомянули о том, что алгоритмы, о которых мы говорим, будут иметь не абсолютную криптоустойчивость, то есть невозможность взломать их в принципе, а устойчивость ко взлому, чтобы этот самый взлом длился достаточно долго, чтобы шифрованные данные перестали представлять для потенциального противника интересы. Ну, дальше там были уже какие-то более-менее технические детали. Коллега, принялись ли какие-нибудь вопросы после прошлой лекции? Вадим, дело в том, что для того, чтобы взломать алгоритм РСА, нужно знать закрытый ключ. Чтобы знать закрытый ключ, нужно посчитать ФИАТЭН, а чтобы посчитать ФИАТЭН, нужно знать ПАИКУ. Ну да, вот, собственно, Данила пишет практически то же самое, что я только что сказала. Вадим, отлично. На самом деле есть некоторое количество способов взломать все-таки РСА, не зная закрытого ключа так называемые атаки на РСА. Это вопрос отдельного изучения, какие-нибудь простейшие атаки, типа циклических, можно обсудить даже нам с вами в какой-нибудь момент. Но все эти вещи по-прежнему делаются долго, делаются достаточно долго для того, чтобы это пока не было настоящей проблемой. Ну и вот, да, я в прошлый раз упоминала про свеженькие, начало марта, результаты по этому поводу. Вот мне несколько человек даже написал с просьбой прислать соответствующие статьи, я вот их прислала. Если да, там потом вы захотите что-то в этом месте с собой обсудить, я с удовольствием устроила какую-нибудь дисконсультацию, обсуждение по этому поводу. Это такая, знаете, вещь актуальная и интересная. Да, Игорь, ничего страшного. Значит, коллеги, у меня к вам большая просьба. Если в чате будут появляться вопросы, на которые я уже отвечала, я буду вам очень признательна, если вы будете отвечать на них, не дожидаясь меня. Ну, потому что я абсолютно уверена, что вопрос про записи еще прозвучит в чате некоторое количество, а с зумом, насколько мне известно, ситуация такая. К сожалению, человек, вошедший в зум, видит чат только с того момента, собственно, с момента входа собственного. Ну, это не очень удобная штука, прямо скажем, но это так. Так, соответственно, я вот буду вам очень признательна, если какие-то ответы на вопросы, которые я уже обсуждала, вы возьмете на себя. Ну что ж, коллеги, если больше вопросов по предыдущей лекции нет, то мы с вами продолжим обсуждать применение функций, применение теории чисел в криптографии. Борис, я боюсь, что без контекста я не смогу вам ответить. Класс решение чего? О какой задаче шла речь-то? Еще раз. На тему РСА, про РСА можно очень много что говорить. Опять-таки, класс решений чего? Я так вот в этом месте могу выделить... Ну, то есть, понятно, скорее всего, скорее всего, речь идет о том, что когда вы решаете какое-нибудь сравнение, и неважно, сравнение это вида альфа в степени Е по модулю Н, ДЕ там это единичка по модулю ФИ от М, или альфа с волной в степени Д, это значит альфа по модулю Н. Каждый раз, естественно, вы можете получить бесконечную серию решений. И дальше вопрос стоит, я подозреваю, что вопрос должен стоять о том, из каких соображений, из вот этой бесконечной серии решений выбирать какое-то одно. Да, вот в этом месте слово класс, это мы с вами обсуждали. Правда, это было долго, РСА, мы это обсуждали, когда говорили про сравнение в принципе. В этом смысле понятие класс нужно понимать как класс эквивалентности. Как класс эквивалентности. Я напомню, что два элемента лежат в одном классе эквивалентности, если они сравнимы между собой. Соответственно, вот здесь нужно понимать, что когда у вас есть серия решений, то это одна серия, но решений в ней бесконечно много. И вопрос о том, из каких соображений выбирается конкретное решение из серии, это уже вопрос, ответ на который лежит за рамками разговора об алгоритме РСА. Борис, я вас порицаю. Порицаю я вас за то, что вы отвечаете на тот вопрос. Единственный класс решений чего? Я абсолютно уверена, что какого-нибудь из сравнений, какого на самом деле не важно. Но вот так, без каких-то дополнительных данных, точнее, я вам ответить не могу. Сравнений. Хорошо, тогда значит речь об этом. Мы с вами говорили о том, что сравнение, линейное сравнение, если оно разрешимо, оно имеет единственную серию решений. Ну, эта серия решений выглядит как-то так. Х частная плюс НХ с ноликом. Давайте не Н, давайте К. КХ с ноликом, где К у нас целая. Вот эта штука – это класс эквивалентности относительно отношения эквивалентности сравнения. Мы с вами говорили об этом. Ну вот, в одной из лекций, посвященных сравнениям. Соответственно, то, что этот класс решений единственный, это следует вот отсюда. А дальше, возвращаясь к алгоритму РСЛ, и это как раз мы обсуждали в прошлый раз, нужно из каких-то соображений выбрать из этой бесконечной серии конкретное альфа. Ну иначе, строго говоря, единственное восстановление гарантировать нельзя. И для этого должны быть какие-то внешние соображения, я имею в виду, внешние по отношению к алгоритму РСЛ. Возвращаясь к вашему вопросу, класс в данном случае – это класс эквивалентности в смысле сравнения. То есть все решения, которые могут быть получены, могут быть просто сравнены между собой. Ну а то, что отношение, сравнение по модулю – это отношение эквивалентности, это мы с вами на одной из лекций обсуждали. Отлично. Значит, так, еще какие-нибудь вопросы с предыдущих встреч, ну вот в первую очередь, наверное, с последней лекции, которая еще не опубликована, и это, наверное, так непривычно для нас с вами конструкция может так вызывать дополнительные сложности. На самом деле, коллеги, очень занятно, потому что, как вы понимаете, в принципе, выкладывание записей лекций началось только потому, что мы с вами вот, ну да, тогда еще не с вами, с моими тогдашними студентами, вот назад сели в дистанцию. Да, до этого, в общем, лекции, о том, что лекции будут записываться, ну разве что кто-то лично сидел там с диктофоном или что-нибудь такое, ну или планировался там специальный онлайн-класс. А теперь мы с вами, конечно, сильно в этом смысле изменили свои привычки, да, то есть теперь, особенно там, учитывая, что я, скажем, лекции стабильно выкладываю, ну вот как раз весь год и лекции, и практики, то как-то вот одной записи нет, и уже как-то вроде некомфортно. Вот, но при этом, естественно, мне тоже несколько неловко, что я нарушила здесь привычный порядок для нас с вами, но вот еще раз повторюсь, да, к сожалению, у меня сейчас был жесткий цикнов, и я каждый раз надеялась, что мне удастся все-таки в него вписаться, но нет, нет. Итак, я грозила нам с вами продолжением обсуждения применения теории чисел в криптографии. И сейчас мы с вами поговорим о применении теории чисел для не шифрования, а кодирования. Задача кодирования. Применение теории чисел код Рида Соломена. Задача кодирования. Применение теории чисел код Рида Соломена. Значит, коллеги, здесь я сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что это фамилия. Соломен – это фамилия, и ударение на ней ставится ровно так. Да, несмотря на явное сходство с библейским именем Соломон, так и нет. В данном случае ударение на первый слог – это не случайность и не оговорка с моей стороны. Ударение в этой фамилии ставится именно так. Окей. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, коррекции. Я, может быть, вы даже помните, в начале прошлой лекции я некоторое время размахивала руками на тему того, что в такой бытовой лексике словечки кодирования и шифрования, ну, если они вообще там встречаются, могут встречаться чуть ли не как синонимы. На самом деле, конечно, это не так. Задача кодирования и шифрования – это задачи принципиально разные. В прошлый раз мы с вами определили, сформулировали задачу кодирования как задачу передачи своих данных, так, чтобы их не узнали чужие. Задача кодирования к этой вот позиции – скрыть важную информацию от чужих, но при этом передать ее своим – не имеет никакого отношения. Задача кодирования – это задача передачи информации с соответствием каким-нибудь техническим требованиям. Ну, например, я могу захотеть передать информацию, максимально коротко ее упаковать. Да, для этой цели используется код максимального сжатия, но мы будем обсуждать несколько позже. Или, например, так называемый код Хаффмана. Или, например, мне нужно будет закодировать некую последовательность, некое сообщение так, чтобы кодирование соседних, ну, давайте я пока скажу, букв, отличалось ровно в одном бите. Такая задача тоже имеет смысл, это называется код Грея, и его мы тоже будем обсуждать несколько позже. А могу, например, требовать такого. Я хочу передать сообщение так, чтобы если в этом сообщении будет не очень много ошибок, что такое не очень много, мы чуть-чуть позже сегодня определим. Если в этом сообщении не очень много ошибок, чтобы сообщение мой получатель прочитал так, как будто ошибок в нем нет. Такая задача называется кодированием с исправлением ошибок, и код Рида Соломана, который мы будем обсуждать сегодня, как раз относится к этой категории. Итак, коллеги, еще раз. Задача кодирования – это задача упаковки информации в последующей передаче в соответствии с некоторыми техническими требованиями. Эти технические требования могут быть разными и соответствуют разные коды. Но важное принципиальное отличие код алгоритма шифрования в том, что здесь мы ни от кого ничего не прячем. Нам не нужно, чтобы этот алгоритм было сложно понять. Нам нужно, чтобы наше кодированное сообщение каким-нибудь чисто техническим запросам соответствовало. Вот на этом мы и будем работать. Итак, сегодня нас будет интересовать вопрос кодирования с исправлением ошибок. Я еще раз повторяю, кодирование с исправлением ошибок означает, что если мы передаем друг другу сообщение, в котором сделано не слишком много ошибок, то тогда мой получатель в состоянии восстановить исходное сообщение. Понимаете, что же я хотела ему передать? Ну, давайте прикинем. Понятное дело, что для того, чтобы ошибки, которые я совершила при передаче, можно было исправить, информация должна быть как-то дублирована. Понятно, что если у меня в сообщении была какая-нибудь информация, которая встречалась ровно один раз, и именно это место в моем сообщении попорчено, то я никак его не восстановлю. Ну и простейшее соображение в этом месте тоже понятно. Давайте я возьму свой текст и перепишу его два раза. С одной стороны, все здорово. Шансов на то, что в обеих копиях сообщение оба раза будет попорчено ровно одно и то же место, ну, оценивать их задачи сейчас не наша, но тем не менее, шансы заметно меньше, чем попортить одно уникальное место. Ровно таким способом, кстати, воспользовался персонаж Жюль Верна. Если вы помните прекрасную детскую книжку «Дети капитана Гранда», там вот как раз все начинается с того, что находится послание в бутылке, и в этом послании на трех разных языках написан один и тот же текст. Соответственно, те, кто эту бутылку нашли, пытаются восстановить этот текст. В тексте содержится там просьба о помощи выброшенных в необитаемый остров, но вот информация, которая там содержится, она попорчена таким образом, что они в итоге вынуждены там пройти вокруг света в 37-й параллели. Ладно, это не важно. В смысле вот конкретно эта история. Важно то, что вот такое вот бублирование, это действительно первое, что приходит в голову человеку, который вообще не занимается каденами. Как вы понимаете, у такого решения просто переписать два раза есть проблема. Проблема заключается в том, что у нас объем сообщения тоже увеличился вдвое. А как вы понимаете, пропустая способность канала, даже совершенно условного канала, о котором мы сейчас говорим, мягко говоря, ограничена. Поэтому хотелось бы иметь возможность увеличивать надежность, как можно меньше, при этом раздувая объем сообщения. При этом мы с вами твердо должны понимать, что если речь идет о кодировании со справлением ошибок, то избыточность сообщения неизбежна. По сравнению с сообщением, в котором каждая буква уникальна, дублирование так или иначе в каком-нибудь смысле нам не избежать. Ну хорошо, хорошо. Давайте теперь введем некоторые термены. И вот это расплывчатое такое выражение, которое я только что использовала, что ошибок не слишком много. Давайте попробуем придать ему смысл. Итак, прежде всего, пусть у меня есть исходное сообщение, и это сообщение имеет длину к. В данном случае, говоря о длине, я имею в виду количество символов. Опять-таки, понятно, что это некая условность, там можно, я не знаю, пропускать пробелы, что-нибудь добавлять, использовать какие-нибудь иероглифы, которые будут иметь значение от нескольких слов или даже от выражений. Но вот сейчас мы будем говорить в терминных символах, не углубляясь в детали. Итак, пусть исходное сообщение имеет длину к. Прошу прощения. Его кодограмма, кодограмма, это уже закодированное исходное сообщение. Давайте, может быть, я здесь добавлю, что исходное сообщение имеется в виду, конечно, докодирование. Вот так. Кодограмма, закодированное сообщение, будет иметь длину m. Естественно, для того, чтобы можно было вести речь об исправлении ошибок, m минус k должна быть больше не в равном длине. Вот это самое m минус k мы будем называть избыточностью. Вот это самое m минус k мы с вами будем называть избыточностью. Естественно, это то, насколько длиннее кодированного сообщения нашего исходного сообщения. Естественно, от этой избыточности будет зависеть, сколько ошибок мы можем себе позволить безнаказанно совершить. следующее, что мне потребуется, это понятие расстояния Хемминга. Сейчас я его определю. Вот здесь, коллеги, я должна сразу сделать замечание. В этом месте мы чуть-чуть забежим вперед. На самом деле, подробный разговор о метрике Хемминга у нас с вами будет на следующей лекции. И там мы потихоньку отойдем, ну, начнем отходить от применения теории чисел и переходить к теории кодирования вообще. Но для того, чтобы в этом месте не рвать на части теоретико-числовой блок, я вот в разговор о коде Рида Соломана сейчас включу только те термины, без которых мы не обойтись. Итак, пусть у меня есть алфавит, набор символов. И рассмотрим в нем два слова, одинаковые виды. Ну, скажем, альфа-1 и так далее, альфа-к, и бета-1 и так далее, бета-к. Значит, коллеги, на всякий случай. Понятно, что когда я говорю о словах одинаковой длины, я имею в виду, что если эти слова вдруг разной длины, то можно дополнить хвосты пробелами, пустыми силами. Так вот, мы будем называть расстоянием Хемминга между этими словами. Давайте я назову эти слова как-нибудь. Ну, скажем, а и б. Я сказала и б. Расстояние Хемминга между этими словами. Расстояние Хемминга между словами а и б. обозначается оно буквой Хи и вычисляется по следующему правилу. И вычисляется по следующему правилу. Это сумма по И от единички до К. Альфа и Т, К, Сур, Бета и Т. Сейчас я поясню, что имеется в виду. На самом деле это, конечно, отчасти условное обозначение. Дело в следующем. Вот это вот. Это одно из стандартных обозначений для булевой функции, исключающей или. Булевой функции, которая обращается в ноль, если аргументы одинаковые, и единичку, если аргументы разные. Проблема заключается в том, что альфа и бета у меня никогда не булевые. Это не нули и единицы, это какие-то там символы. Поэтому мы определим вот этот самый плюс в кружочке так. Плюс в кружочке от пары символов альфа и бета. Мы будем полагать равным нулю, если они совпадают. И единички, если они не совпадают. Собственно, отличие от исключающего или ровно в том, что я буду сравнивать не булевые аргументы, а аргументы некоторого другого типа. Просто буквочки в некотором моем полите. Итак, коллеги, получается, что расстояние Хемминга между словами – это количество позиций, в которых эти слова отличаются. Давайте посмотрим на пример. Вот у меня есть слово А и слово В. Скажите, пожалуйста, каково расстояние Хемминга между ними? Естественно, из четырех позиций в трех находятся различные символы. Очевидно. Прекрасно. А теперь, коллеги, зачем мне потребовалась вот такая странная штука, такое странное расстояние? А потребовалось оно мне вот зачем? Представьте себе, что у меня есть исходное сообщение. Ну давайте снова Альфа. И есть его катаграмма Альфа с волной. Для того, чтобы я потом могла по катаграмме восстановить Альфа, мне необходимо, чтобы разным словам соответствовали разные катаграммы. Это можно сделать так. Сейчас, секундочку. Это можно сделать так. Ну вот, например, представьте себе, представьте себе, что мы с вами рассматриваем трехмерные векторы, состоящие из нуля единицы. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, и 3 единички. Давайте я скажу, что я умею передавать вот по моему тому самому каналу два сообщения. Вот такое и вот такое. А теперь представьте себе, что я могу совершить одну ошибку. Это значит, что если я отправила сообщение три нуля, вы можете получить его. А кроме этого, вы можете получить любое из вот этих сообщений. И наоборот, если я отправила сообщение три единицы, вы можете получить его, а еще вы можете получить любое из вот этих сообщений. То есть, посмотрите, пожалуйста, коллеги, если я разрешаю допустить всего одну ошибку, ну или не одной, тогда по сполученному сообщению, по альфа-словной, вы точно определите, что я посылала. Да, вы знаете, что посланий может быть ровно два. Соответственно, если я могу сделать только одну ошибку, то какой бы, в каком бы бите я эту ошибку не совершила, вы все равно точно сможете определить, какое было исходное сообщение. Правда? Так, есть такое дело? Должно быть видно. А теперь смотрите. Собственно, количество бит, в котором я могу сделать ошибку, это и есть максимально возможное расстояние Хемминга между исходным сообщением и его катаграммой. Ну а что будет, если я позволю себе сделать две ошибки? Тогда, к сожалению, результаты искажения сообщения 0,00 и сообщения 1,1,1 будут меняться, будут пересекаться, прошу прощения. И в тот момент, когда из двух разных сообщений, правильным образом ошибившись, я могу получить одну и ту же испорченную фотографию, задача исправления ошибок сразу становится невозрешимой, потому что я не смогу понять, какое сообщение было исходным. Соответственно, вот это вот понятие расстояния Хемминга нам с вами нужно будет для того, чтобы оценить, какое количество ошибок мы сможем себе позволить. Вот такая история. Ну и на самом деле, на этом вводная часть, часть которой на самом деле пока не было никакой конкретики, можно считать, что она закончилась. Вот сейчас мы с вами перейдем уже непосредственно к алгоритму Рида Соломана. Там мы укажем конкретное оценку на количество ошибок, покажем конкретный алгоритм кодирования, а главное – конкретный алгоритм декодирования. Итак, коллеги, для того, чтобы перейти, собственно, к Рида Соломана, мне придется перейти доски, прежде чем я это сделаю. Ну, есть ли какие-нибудь вопросы вот по этой такой вводно-фодографической части? Наталья, вижу. Отлично. Ну, опять-таки, коллеги, пока что я говорю какие-то общие слова, которые на примерах должны быть довольно понятны. Как вы понимаете, пока мы не перешли к конкретике с какими-то техническими нюансами, ну, довольно сложно понять, а где может всплыть там какие-то вопросы. Ничего, через некоторое время увидим. Итак, коллеги, вот теперь непосредственно, перебираемся к коду Рида Соломана. Коды Рида Соломана относятся к категории так называемых полиномиальных кодов. Сейчас я расскажу, что это значит. Итак, прежде всего, мы с вами берем простое число П и разговаривать мы с вами будем в кайфсе вычетов З2. Ну, а точнее, как вы прекрасно понимаете, раз П простое, то перед нами полиночное. Исходное сообщение. Альфа 0, так, вот здесь, эх, ну ладно, альфа 0 и так далее, альфа К минус 1. Вот оно имеет длину К. Исходное сообщение. Альфа 0 и так далее, альфа К минус 1. Вот оно длины К. А теперь, коллеги, внимание. Значит, по этому набору. Да, естественно, все альфа-инфты у меня элементы ЗТП. А теперь, коллеги, внимание. По этому набору чисел строится многочлен. По этому набору чисел строится многочлен. Ну, давайте его обозначу А от Х. Он будет устроен так. Альфа с ноликом плюс альфа 1 и так далее, плюс альфа К минус 1, х, К минус 1. Помните, коллеги, вот еще пяти минут не прошло, как я сказала, что код Рида Соломена относится к категории так называемых полиномиальных кодов. Полиномиальных ровно поэтому. Для того, чтобы закодировать сообщение по Риду Соломену, мне нужно сначала из набора чисел упорядоченного набора построить многочлен. Ну, это делается, как вы видите, довольно естественным образом. Элементы моего исходного сообщения номераются с нуля, и каждый элемент – это коэффициент при соответствующей степени никса. Пока все просто. Как вы понимаете, это многочлен. Надо ЗТП. А теперь, собственно, прошло само кодирование. Кодирование устроено так. Мы с вами вычисляем значение полинома АТХ в точках из ЗТП. Соответственно, мы берем ЗТЖИТОЕ из ЗТП и ставим в соответствие А от ЗТЖИТОЕ. Ну, давайте это будет БЕТАЖИТОЕ. Естественно, оно тоже из ЗТП. Вы помните, что у нас с вами для того, чтобы можно было исправлять ошибки, кодограмма должна быть длиннее, чем исходное сообщение. Соответственно, у нас с вами ЖИТОЕ будет пробегать значение от единицы на Н. При этом, как вы понимаете, у нас есть естественное ограничение на Н. Максимальное количество точек, в которых мы можем вычислить, значение нашего полинома – это все точки из полиума ЧИТОЕ. Правда? Соответственно, вопрос о том, в каком количестве точек считать, в таком количестве точек считать значение – это вопрос о том, какое количество ошибок мы хотим себе там исправлять. Возможно, все. Соответственно, кодограмма – это набор пар чисел. ЗТЖТ и БТЖТ. Держи, пробегает значение от единички ДАИ. Пока все прекрасно. Как вы понимаете, есть нюанс. Нюанс заключается в том, что на самом деле кодограмма – это не только то, что я посчитала, а то, что я вам передала. То есть на самом деле вот здесь появляются не БТЖТ, а какие-то… Дайте мне красный маркер. Дамы красный маркер. Какое-то БТЖТ с волной. Где БТЖТ с волной – это БТЖТ с внесенными ошибками. Ещё раз, Александр. Посмотрите, пожалуйста. К – это длина исходного сообщения. Н – это длина кодограммы. Соответственно, мы с вами считаем значения в Н точках. Н меньше либо равно П, потому что максимальное количество точек, в которых мы можем посчитать значения, – это все точки. А всего, в результате П – П – точек. Что касается количества ошибок, Данил, я про количество ошибок пока ещё ничего не говорила. Я оттягиваю этот момент до того момента, простите, пожалуйста, даже не очень красивую формулировку, когда у нас появятся все нужные слова. Про количество ошибок ещё не было. Сейчас будет. Итак, ещё раз повторюсь, коллеги, всё бы хорошо, но наша кодограмма – это не просто пары З и БТА. Иначе ошибок нет, всё в порядке, мы справились с формами многочей. А З и БТА с волной. Где БТА с волной – это список БТА, в которой внесены ошибочки. Соответственно, какое количество ошибок мы можем себе позволить? Так вот, количество… Давайте так. Допустимое количество ошибок. Я вслед за Шенем и компанией буду обозначать его буквой Е. И это количество ошибок должно быть не больше, чем округлённая вниз целая часть от М минус К. Опал. Владислав, а это как? Вы понимаете, что сделать ошибку в аргументе и сделать ошибку в значении – это на самом деле одно и то же? Да, вот у вас есть пара, скажем, ЗЖТА, БТАЖТА, и в точке 0 вы написали там значение 3. Какая разница? Я скажу, что значение 3 будет не в нуле, а в четвёрке, или наоборот, я скажу, что в нуле будет не значение 3, а 8. Результат-то одинаковый. Поэтому можно считать, что ошибки есть только в значениях. Да, здесь разницы-то не будет. У нас в любом случае нарушается парность аргумент-значения. Поэтому можно считать, что ошибки просто в значениях. Так, Владислав, понятно? Отлично. Итак, количество ошибок будет не больше, чем вот таких. Почему это так? А ситуация-то очень простая. Это ровно то рассуждение, которое мы с вами вот только что проводили, когда говорили о расстоянии Хемминга. Вот у меня есть исходное сообщение. Исходное сообщение 1. И вот есть исходное сообщение 2. Когда я их кодирую, я могу сделать сколько-то ошибок. Кодограммы с ошибками, вот они у меня помещаются в зелёные шары. Для того, чтобы я могла даже по сообщению с ошибкой восстановить исходное сообщение, эти шары должны не пересекаться. А это означает, что радиус шара, который я могу себе позволить, расстояние Хемминга между исходным сообщением и кодограммой. Ну, вернее, в данном случае между исходным сообщением без ошибок и исходным сообщением с ошибками. Между набором бета и бета с волной должно быть не больше, чем половина вот этого расстояния. Вот это оно и есть. n минус k пополам, вот это оценка сверху. Это в точности требование того, чтобы мои зелёные окружности, на самом деле шары, потому что эта штука может быть и многометной, чтобы вот эти вот шары кодограмм не пересекались. Соответственно, вот в этом месте понятие расстояния Хемминга позволяет понять, сколько конкретно ошибок максимума. Мы можем себе позволить. Ну, вот максимум n минус k пополам. Хорошо. С кодированием, я надеюсь, теперь всё совершенно понятно. Есть, значит, набор чисел, встроим по нему многочлен, считаем в некотором количестве точек значения, некоторые из этих значений при передаче портятся. Мы получили набор испорченных значений. Осталось понять, как по набору испорченных значений восстановить исходные многочлены. Без ошибок. Сейчас, коллеги, мы с вами начнём это обсуждать. Прежде чем начнём обсуждать, есть ли какие-нибудь вопросы вот по этой первой части, части, посвящённой тому, как происходит кодирование. Считаю, коллеги, предвосхищаю ваш вопрос. Разумеется, мы будем смотреть на примеры. Да, вот сегодня я очень-очень рассчитываю на то, что у вас времени хватит на то, чтобы пример разобрать. Так, Данил, бета с волной мы не конструируем. Бета с волной – это результат ошибок при передаче в бета. Бета – это значение А в точке Z, которое мы с вами посчитали. Ну, допустим, мы молодцы, посчитали без ошибок. А дальше я вот этот самый набор пар Z житое и бета зашитое передаю. Ну, я не знаю, давайте тоже, значит, складу бутылку и отправляю эту бутылку к вам в бою. Когда вы эту бутылку получаете, оказывается, что часть бет смылась. Да, скажем, вот была у меня написана четверка где-нибудь, а вода снула, и вы решили, что это единичка. Вот бета с волной – это то, что вы получаете. Они в каком-то смысле конструируются сами. Да, так, значит, коллеги, в чате сейчас происходит очень быстро. Я движение, как вы понимаете, мне нужно все-таки отвечать в каком-то порядке. Поэтому я сейчас прокручу чат на момент, до которого видела. Так, ага, Юрий спрашивает, почему расстояние Хейминга – это N минус K. Юрий, это ровно то, о чем мы с вами говорили. О том, что для того, чтобы иметь возможность исправить ошибку, нам нужна избыточность. Да? Вот у нас с вами есть исходное сообщение K, и есть кодограмма N. Тогда N минус K – это место для дублирования. Да? Это место, где мы можем продублировать информацию для того, чтобы потом восстановить ошибку, восстановить информацию, несмотря на ошибку. Давайте вот так. И понятно, что если у меня есть две кодограммы, если расстояние между ними меньше, чем N минус K, то я могу, ошибившись в этих двух разных кодограммах, получить одну и ту же, один и тот же искаженный набор значений. А если две кодограммы могут испортиться одинаково, то я не смогу понять, какая из них была в несемнении ошибок. Так, Юрий, это понятно? Отлично. Значит, Борис, круг и шар – это одно и то же. Вопрос только в размерности. Да? Я в данном случае буду, естественно, использовать термин шар, потому что у меня совершенно необязательная ситуация будет двумерна. В этом смысле шар – это N-мерный объект, который, значит, геометрическое место точек, удалённых от центра, не более чем на сколько-то. А круг – это частные сумки шара в размерности 2. Если вдруг вы для высокой степени вместо шара скажете круг, ну, вас, конечно, поймут. В смысле могут немножко поморщиться, типа грубовато звучит, но в целом это не страшно. Вообще-то это одно и то же. Вопрос только в размерности. Так, Борис, понятно, да? От количества координат вектора, как обычно. Вот это, например, некоторая размерность 3. Ну, то есть формально говоря, нужно было бы говорить о количестве менее независимых координат, но для начала можно говорить об объемлющем пространстве и о количестве просто координат. В этом смысле мы имеем дело с абсолютно алгебраическим пониманием размерности. так, это понятно? Отлично. Так, Алексей спрашивает, при координатах мы всегда стараемся взять P и N так, чтобы оно было меньше K. О, Алексей, то ли вы опечатались, то ли я вас неправильно поняла, потому что ровно наоборот. Ровно наоборот. Вот, еще раз, давайте я повторю, если это как-то вот не отложилось. Значит, K – это длина исходного сообщения. N – это длина кодограммная. Естественно, N должно быть больше либо равно K, а на самом деле, если мы реально планируем исправлять ошибки, да, понятно, что при N равном K мы не имеем права на ошибки. А реально даже можно считать, что N строго больше K. Ну и в свою очередь, поскольку N – это количество точек, в которых мы будем считать значения, то максимум мы можем посчитать значения во всех точках, их всего P. Поэтому вот так. Так, Алексей, я… Ага, отлично, получилось. Так, замечательно, молодцы, корреки, очень внятные, содержательные вопросы. Сейчас будем переходить к разговору о расшифровке, о, о, раскодировании. Да? Прежде чем перейдём. Дмитрий, нет. Длина сообщения нас сейчас не интересует. Длина сообщения нас интересует постольку, поскольку мы захотим исправить сколько-то ошибок. Длина кодограммы отбирается из соображений, какое количество ошибок мы хотим уметь исправлять. Да, нас интересует вот здесь вот этот параметр. Нам не нужен год максимального сжатия. У нас нет этой технической задачи. У нас есть техническая задача. Получив сообщение с не больше, чем вот столько ошибок, прочитать его так, как будто ошибок не было. Понятно? Понятно. Окей. Значит, коллеги, я думаю, что мы сейчас делаем следующее. Я сейчас напишу пример построения кода, а дальше мы обсудим, как его раскодировать. Для этого мне придётся стереть с доски. Могу стереть? Ого, ага. Да, хорошо. Значит, он... Значит, он... Значит, он... Коллеги, почему я вас заранее попрошу, я сейчас напишу пример в уголочке, потому что мне же потом по нему уже раскодирование. Итак, давайте я возьму кольцо поля вычетов Z5 и возьму исходное сообщение такое. 1, 2, 1. Да, в моих обозначениях, значит, это альфа с ноликом, это альфа 1 и это альфа 2. По этому исходному сообщению я могу построить мой многочлен. Ну, вот такой многочлен. Теперь давайте смотреть. Количество ошибок, которые я могу совершить, это n минус k пополам. Пополам остаётся всегда. k у меня равно тройке. Для того, чтобы я могла исправить хотя бы одну ошибку, чего мне придётся взять равным n. Какой длины кодограмма мне будет нужна? Конечно, Данил, вы совершенно правы. Для того, чтобы вот эта целая часть была равна хотя бы единице, я буду вынуждена, просто вынуждена выбрать вот здесь максимально возможное n. И тогда моё е будет просто равно единичке. Обратите внимание, если бы я хотела больше ошибок исправить, то мне пришлось бы брать поле вычетов побольше. Да, вот здесь опять-таки выбор диктуется тем, сколько ошибок я планирую исправлять. Да, Дмитрий, это вот снова к... Снова к вопросу о том... Снова к вопросу о том, из каких соображений мы действуем. Так, ой-ой-ой, Владислав, что за четыре с половиной? Целая часть, да ещё и в таком... А, поняли, отлично. Значит, Наталья, ещё раз. Да, у нас с вами была написана оценка на количество ошибок. И количество ошибок оценивалось сверху вот такой величиной. Длина катаграммы минус длина исходного сообщения. И от этого выражения, значит, пополам и целая часть, округлённая вниз. Соответственно, здесь двойка в знаменателе есть всегда. Длина сообщения у меня три. Но я ещё и для того, чтобы считать нам было проще, взяла маленькое поле. В тех обозначениях, которые у меня были на предыдущем варианте доски, P равно пяти. То есть я могу посчитать значения в нуле, единичке, двух, трёх, четырёх или пяти точках. Для того, чтобы я могла исправить хотя бы одну ошибку, мне придётся считать значения во всех пяти точках. Так, Наталья, понятно? Ага, отлично. Ну что ж, теперь давайте осуществим процесс кодирования. Значит, мы уже выяснили, что придётся считать значения во всех пяти точках. Значит, Z житая, β житая и β житая с волной. 0, 1, 2, 3, 4. Значит, коллеги, опять-таки мы с вами понимаем, что это кольцо высчетов, то есть вообще-то тройка – это то же самое, что минус двойка, а четвёрка – то же самое, что минус единичка. Давайте считать значения. Значения в нуле – это легко, почему равно? Конечно. Значения в единице. Можно 4, в смысле, это тоже правда. Я, конечно, напишу минус 1, потому что так будет легче потом считать. Да, коллеги, это снова важное соображение. Да, Владислав, и тут вы тоже правы. Многочлен дня вы какой? Многочлен полный квадрат. Ну, из этого кое-что действительно следует. Значения в двойке – тоже минус единичка. Значения в минус двойке – единичка. И, наконец, значения в минус единице, она же четвёрка. Да. Вот это значения без искажений. А теперь, коллеги, давайте заполним бета с волной. Бета с волной – это то, что вы получите. Да, вот я отправляла вот эти две строки – z и бета. Но в процессе пересылки могла произойти одна ошибка. Ну, давайте я сделаю, например, вот так. 1, 2, минус 1, 1 и 0. Соответственно, получатель, он вот этой строчки не видит. Он получит такую табличку. В нуле – единица, в единице – двойка, в двойке – минус единица, в минус единица – единица. О, в минус двойке, да, прошу прощения, единица. И в минус единица – ноль. Вот человек, который находится на том конце моего канала, он получает вот этот набор пар. З-житое и бета-житое с волной. А нужно ему будет восстановить мое исходное сообщение так, как будто ошибок в нем не было. Коллеги, вот это крайне важный момент. То, что правильную строчку значений знает отправитель, а получатель знает вот это. Получатель знает строчку с искажениями. Так, коллеги, вопросы по примеру есть? Мы, вернее, по части примера. Понятно, что про раскодирование мы еще даже не начинали говорить. Пока понятно? Хорошо. Коллеги, я сейчас сделаю следующее. Я постараюсь сохранить на доске хотя бы вот эту вот табличку, потому что потом мне эта табличка потребуется. Но если места мне не хватит, а я бы… Слушайте, нет, боюсь, что все-таки не хватит. Давайте так, коллеги, я могу вас попросить записать эту табличку аккуратненько, чтобы я потом с ваших слов могла ее восстановить. Ладно? Значит, запишите, пожалуйста, ну или там заскриньте, я не знаю, еще как-нибудь. Себе зафиксируйте. Так, записали. Очень хорошо. Тогда, собственно, давайте вернемся к общим соображениям, к общей теории, как, собственно, вообще при такой вот информации можно восстановить исходный многочлен. Это вообще как? Оно показывается можно. Итак, я напомню. Значит, у нас есть исходное сообщение. Вот оно. Есть многочлен. Есть, значит, А от З житое равно бета житое, где Ж от единички до Н, а Н не превосходит П. И есть пары З житое, бета житое с волной. Тоже единички от единички до Н. Вот это то, на чем мы остановились. При этом, значит, я напомню, у нас с вами е оценивается сверху вот так. Это то, что есть. Вот сейчас, коллеги, будет довольно содержательная часть. Давайте попробуем. Да, последний коэффициент, да, каменный с первой. Спасибо большое, Борис, исправила. Да, коллеги, у меня вот здесь был сбой в нумерации. Да, я вместо каменный с первой написала катую. Ну, вот меня поправили совершенно справедливо. Спасибо. Итак, коллеги, давайте заведем в себе следующее определение. Мы будем называть многочленом ошибок. Многочлен, который обращается в ноль во всех тех точках, в которых была совершена ошибка при передаче. Итак, коллеги, мы будем называть многочленом ошибок, многочленом, который будет обращаться в ноль во всех тех точках, в которых были совершены ошибки. Обратите внимание, коллеги, мы не знаем, что это за точки, но мы знаем, сколько их. Их е штук. Соответственно, наш с вами многочлен d от x будет иметь в вид x минус… Ну, давайте как-нибудь в точке, в которой произошли ошибки обозначим там… z житое первое и так далее, x минус z житое и етое. Значит, z житое эштое – это точки, в которых ошибки. Значит, коллеги, еще раз, да, вот я прямо очень хочу привлечь к этому ваше внимание. Мы не знаем, что это за точки конкретные. Если бы мы знали в каких точках совершены ошибки, задачи бы не было. Вот эти вот z жи один и так далее, z жи е – это параметры. Тут неопределенные коэффициенты, да, будущие. Мы знаем только их количество. Замечательно. А теперь давайте рассмотрим такую штуку. Давайте рассмотрим произведение нашего многочлена А на многочлен Д. Давайте рассмотрим вот такое произведение. Что про него можно сказать? Про него можно сказать следующее. Давайте это обозначим как лембу. Можно сказать следующее. В точках, в которых совершены ошибки, это произведение равно нулю. В точках, в которых совершены ошибки, это произведение равно нулю. Ну и второе. В точках, в которых ошибок не было. В точках, в точках, в которых ошибок не было, а от х на д от х принимает значение бета с волной умножить на д от z жи. Да, бета с волной это значение а от х, в точках, где ошибок не было, исходные и искаженные значения совпадают. Ну и домножается это на значение вот того многочлена ошибок, про который мы пока знаем только степень, вот в соответствующей точке. Так, коллеги, я надеюсь, что на самом деле эта лемма, она абсолютно очевидна, да, это просто работа с произведением а от х на д от х. Правда? Да, вот мой д от х обращается в ноль в тех точках, в которых совершены ошибки. И, соответственно, если рассмотреть произведение нашего многочлена, который мы ищем, на многочлен d, то в тех точках, где ошибка, это произведение будет равно нулю, потому что первый множитель равен нулю. А во всех остальных точках, в точках, где ошибок не было, значение будет вот таким. Понятно ли это? Отлично, отлично, коллеги. А теперь, что называется, следите за руками. По этим данным можно построить интерполяционный многочлен. Давайте мы построим многочлен минимально возможной степени интерполяционной. Вот по этим данным. Пусть q многочлен минимальной возможной степени интерполяционной по данным датам, по данным излемам. Да, у нас с вами тут есть точки, некоторые неизвестные, некоторые значения. По этим данным можно построить интерполяционный многочлен. Ну, а теперь, коллеги, внимание. Лемма 2. Давайте я, наверное, вот эту вводную часть сотру. Давайте я вот эту вводную часть сотру. А лемма 2, друзья мои, заключается в том, что вот этот вот интерполяционный многочлен будет совпадать с нашим с вами произведением. Ну, давайте я напишу в точках Т, где Т может быть точкой, в которой совершена ошибка, а может быть и точкой, в которой ошибки не было. Но, поскольку в нашей лемме есть и те, и те точки, то вот это произведение будет совпадать с этим многочленом поточечно. Обратите внимание, коллеги, да, это совпадение значений в точках. Да, равенство многочленов в общем виде – это следствие такого совпадения. Ну, осталось на самом деле совсем немного. Давайте я назову это совсем немного леммой 3, хотя, честно говоря, уже, наверное, и так понятно. Наш многочлен А от Х – это будет просто отношение нашего интерполяционного многочлену к многочлену Аши. Во всех этих рассуждениях кроется один важный нюанс. Важный нюанс заключается в том, что я вроде как всю дорогу говорила о том, что это многочлены с неопределенными коэффициентами, правда? И вдруг раз и я нашла А. Это как? Вот как, коллеги. Вот это равенство – это на самом деле система линейных уравнений на неопределенные коэффициенты куб и d. Система линейных уравнений на коэффициенты многочленов куб и d. И, соответственно, решив эту систему, мы найдем те самые неопределенные коэффициенты. Кстати, важное соображение. У нас же количество ошибок было оценка сверху. И если ошибок было совершено не максимальное количество, то вообще говоря, многочлены куб и d могут быть определены не однозначно. Но это неважно. Отношение все равно будет единственным. Да, Борис, вот это вертикальная черта. Собственно, когда вы пишете f от х, дальше вертикальная черта и альфа, имеется в виду, что у вас посчитано значение функции f в точке альфа. Так, Владислав, я только что об этом говорила. Что d у нас с вами изначально – это многочлен с неопределенными коэффициентами, но известной степени. И q – это тоже многочлен с неопределенными коэффициентами, правда, интерпретационные. А дальше, решая вот эту вот линейную систему, мы эти коэффициенты как раз и найдем. Нет, Александр, вы… Ну, это было на предыдущей доске. Точки с ошибками – это какие-то из точек z, g, t. Видите, вот здесь написано. У точек, в которых были совершены ошибки, индекс двойной. А точки, в которых ошибок не было, у них индекс одинаковый. Тогда, Владислав, я не уточнила. Понятно, откуда будут браться d и… Где? Э, нет, 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 Владислав, вы не… Не Владислав, потому что у меня Александр. Александр, вы не посмотрели, да? Вот здесь написано изначально, что здесь я выбираю конкретно те, g, в которых были ошибки. Раз были ошибки, это в точности означает, что β и β с волной не совпадают. А вот дальше я ввела для них отдельное обозначение. Да? У нас изначально все точки были заджиты, вообще все. А дальше мне потребовалось как-то выделить те из них, в которых ошибки. И сначала я определила многочлен ошибок, а потом обозначение ввела. Ну, коллеги, надо честно признать, что здесь с обозначениями довольно трудно, а потому что их много. Я не могу сказать, что я абсолютно уверена, что здесь у нас выбраны идеальные обозначения. Но, скажем так, с точки зрения удобства, это, пожалуй, самое удобное из того, что видела и придумывала сама лично я. То есть здесь пока возможно эти обозначения далеки от идеала, но они наилучшие на данный момент. Так, хорошо, хорошо. Ну, коллеги, тогда, собственно, на самом деле задача свелась к чисто алгебраической. Составить многочлен ошибок, составить многочленку и тот и другой с неопределенными коэффициентами, решить систему линейных уравнений, найти коэффициенты, поделить один на другой. Сейчас мы это сделаем. Прежде чем мы это сделаем, я хочу обратить ваше внимание на еще одну вещь. Посмотрите вот на это определение. Я сэкономила себе один коэффициент. Я сказала, что мой многочлен ошибок, мой многочлен D, будет иметь старший коэффициент равной единице. Я имею право это сделать, потому что от многочлена ошибок мне нужно только одно, чтобы он был нулем во всех точках, в которых совершены ошибки. Больше ничего. Ну, соответственно, один коэффициентик я могу себе сэкономить. Так, ну что ж, коллеги, задайте, пожалуйста, вопросы, если эти вопросы есть. Ну, или мы с вами перейдем к разбору, вернее, к окончанию разбора примера. Значит, естественно, я попрошу вас переписать себе с доски все, что нужно. Ну, потому что разбор примера, как вы помните, нам светит решение системы линейных уравнений. Соответственно, для этого потребуется место. Могу стирать с доски? Вижу. Спасибо. Спасибо. Коллеги, готовьте. Сейчас будет много арифметики в кольце вычета. Значит, давайте восстановим параметры примера. Значит, у меня было кольцо Z5, у меня было сообщение 1, 2, 1. Соответственно, у меня был многочлен 1 плюс 2х плюс х квадрат. З-1, 1, 2, минус 2, минус 1. Значит, в это житое, ну, давайте на всякий случай тоже восстановим. так дмитрий я честно говоря видимо успела стереть соответствующий пункт соответствующий пункт с доски поэтому уже не очень понимаю о чем вы да но скорее всего там просто было прошу прощения научного руководителя это всегда важно значит давайте установим какие там были значения так без волны единичка а с волной все то же самое только вместо 1 минус единичка вроде так да проверьте пожалуйста чтобы я не ошиблась при переписывании но вроде не ошиблись все верно значит и коллеги опять таки так мы с вами помню что наш с вами получатель он вот этой строчки у него нет у него есть вот это и вот это так ну поехали конструировать наши многочлены прежде всего давайте сконструируем многочлен д коллеги мы не знаем где была сделана ошибка но мы знаем сколько какова оценка на количество ошибок сколько ошибок мы могли сделать совершенно верно одну у нас значит там n было равно 5 к было равно 3 соответственно n минус к пополам поэтому наш многочлен д это многочлен первой степени максимум была совершена а на ошибка так замечательно теперь наш будущий многочлен q это произведение а на д этом поточечно соответственно а был второй степени д был 1 это значит что степени многочлена q минимальный вариант какая будет степень многочленок ухтыш владислав я вас порицаю а вот теперь одобряю да да коллеги вы совершенно правы на даче будет минимально возможная степень это третья степень при этом опять-таки мы с вами понимаем что пока это формализм потому что если вдруг ошибок было мало старший коэффициент может быть нулем но пока мы этого не знаем и так многочлен q ну давайте я не буду мудрствовать лукавок у с ноликом плюс q1 x плюс q2 x квадрат плюс q3 на x теперь будем составлять систему составим систему я напомню да что система у нас такая составляется она вот из вот этих соображений соответственно значение у я думаю у точке z gt это будет бета с волной на d от z gt да бета с волной это вот те значения которые мы получили составляем систему значит коллеги забегая вперед можете пользоваться матричной записью можете пользоваться записью в виде системы это совершенно не важно ну чё в точке 0 моя функция принимает значение единица соответственно в нуле значит q от нуля это будет у с ноликом бета с волной это единичка а д от нуля это д с ноликом так коллеги понятно ли откуда взялось первое уравнение первое уравнение вот это это уравнение q от нуля это бета с волной с ноликом на д от нуля значит коллеги еще раз а вот давайте я выделю это на носке мы сейчас вот в это равенство вот в этом будем подставлять все точки по очереди я начала с точки 0 так коллеги теперь понятно откуда взялось первое уравнение теперь понятно отлично тогда скажите пожалуйста каким будет уравнение в точке 1 каким будет уравнение в точке 1 о валерия вообще неправда так владислав написал правую часть да вы правы правой части у нас будет два вот это вот бета с волной надо с ноликом плюс 2 а а что будет слева а вот михаил прав конечно слева будет 0 а коллеги у вас в голове явная путаница давайте еще раз вот у нас есть равенство q это q 0 плюс q 1 x плюс q 2 x квадрат плюс q 3 x q вот у нас есть правая часть там значит д 0 плюс x и умножается это на а от x соответственно так дмитрий посмотрите пожалуйста вот сюда д с ноликом это свободный член нашего многочлена ошибок он прям написано вот я показываю Иван ну вы меня слушали вообще ну я же вот буквально на предыдущей доске говорила о том что старший коэффициент многочлена ошибок я буду считать равным единице потому что это неважно многочлен ошибок должен обращаться в ноль во всех точках в которых были совершены ошибки так Иван помните да я многочлен ошибок у него же определение было вот такое да x минус x минус z g 1 там и так далее на x минус z g s здесь совершенно не важно чему равен старший коэффициент поэтому старший коэффициент равен единичке так понятно значит коллеги очень быстро сыпется в чат я не успеваю отвечать давайте давайте как это давайте так ашир мы не знаем где ошибка еще раз наш с вами получатель да он вот этой строчки не видел он не знает в какой точке ошибка была совершена поэтому пока он чисто формально записывает соответствующее равенство более того на самом деле нам не важно где именно была совершена ошибка так коллеги я не успеваю сейчас значит я посмотрю ашир понятно да почему не равно нулю ну в смысле равно но мы пока этого не знаем так а да владислав игорь там кирилл несколько да конечно это я в какой-то момент задумалась о том ставить скобки или нет и в итоге да коллеги вы правы посмотрите пожалуйста вот здесь должна быть единица была написана двойка исправьтесь пожалуйста это ну я говорю результат того что я сначала планировала скобки не ставить и в последний момент передумала так что да вот владислав игорь кирилл вы совершенно правы так дмитрий это важно ну вы конечно правы в том смысле что я действительно здесь z с индексом же е но вот это принципиально сейчас зачем это исправление вот оно что-то делает кроме того что тратит наше время вот мне кажется что нет так дмитрий потому что мы вот в это равенство подставляли x равный одному и в левую и в правую часть так дмитрий так вы поняли да мое замечание при всем том что формально вы правы у нас было именно е ошибок но сейчас это вот было совершенно не о чем только время потратить но впрочем может быть лично вы что-то стали понимать лучше если так то наверное не зря хорошо значит коллеги с уравнением в точке 1 разогрались отлично составляем уравнение в точке 2 тимур и да и нет и да и нет и да и нет сейчас я объясню почему и да и нет и правая часть меня устраивает действительно бета это минус единичка здесь до 0 плюс 2 здесь все хорошо а правая а левая часть мне не нравится потому что какая восьмерка в з5 вы опять делаете ту ошибку о которой я вас предостерегала что раз мы работаем в кольце вычетов давайте этим пользоваться поэтому никакой восьмерки там не может быть с новиком да 2 q1 да 4 q2 можно написать хотя я бы конечно написала минус q2 а вот восьмерки в наших записях быть не можем мы можем написать либо 3 либо минус 2 но я бы написала конечно минус 2 и вот здесь Иван да собственно сделал ровно то же самое что сказал сейчас я вы правильно подставили но забыли воспользоваться тем что мы сейчас работаем вот это то чего ни в коем случае сделать нельзя потому что это сильно увеличивает сложность наших вычислений так Тимур понятно да почему мне восьмерка не понравилось отлично так уважаемые коллеги по поводу уравнения в точке 2 2 есть какие то вопросы вроде нет великолепно тогда давайте быстренько напишем оставшиеся два уравнения уравнение в точке минус 2 она же точка 3 значит пока вы выписываете два оставшихся уравнения ну даже не знаю ладно давайте пока мы сначала допишем а потом я сотру итак уравнение в точке 3 пожалуйста но она же точка минус 2 естественно так коллеги видимо судорожно подсчитывают как бы не написать что-нибудь не то а вот у ивана что-то получилось давайте посмотрим с ноликом минус 2 q1 минус q2 и плюс 2 q3 согласно это левая часть а что касается правой части единичка на д с ноликом минус 2 да ну единичку я пишу исключительно для тем кто судорожно честно представляет вроде бы так а никита у него был какой-то вопрос и иван на него ответил данил посмотрите пожалуйста вот сюда вот здесь написано что такое да с ноликом и так да это многочлен ошибок ошибка у нас одна значит многочлен первой степени многочлен первой степени с коэффициентом единица Выглядит вот так. Да, с новиком это неопределенный коэффициент, который мы ищем. В каком смысле откуда? Вы можете как-то переформулировать вопрос, чтобы я его поняла? Или я в итоге на него все-таки ответила? Так. Значит, а Никита между тем пишет последнее уравнение. Да, действительно, в минус единичке 0 минус q1 плюс q2 минус q3 и равно это удовольствие 0. Коллеги, вот мы с вами составили ту самую систему линейных уравнений, которая здесь упомянута. Ту самую систему линейных уравнений, которая в общем описании кодирования, декодирования по Рио-Соломану была указана. Есть ли какие-то вопросы по поводу того, откуда и как получилось, откуда и как получились уравнения? Ну, да, Данил, вы, конечно, правы, но вы же понимаете, мне иметь многочлен d в виде произведения нужно было для того, чтобы объяснить, почему интерполяционный многочлен ведет себя так, как он себя ведет. А искать его с набором неопределенных коэффициентов в доме или в виде суммы. Я же не буду в итоге искать точки, где ошибки совершены. Мне это не важно. Мне важно исходный многочлен восстановить. Так, тут вопросов нет. Ну, прекрасно. Тогда, коллеги, как вы понимаете, последнее, что осталось делать, это решить эту систему линейных уравнений. Значит, надо признать, что у нас с вами уже довольно сильно закончилось время. Поэтому у меня вопрос к вам. Будем заканчивать вычисления вместе, тогда я вас еще немножко задержу, или вы посчитаете самостоятельно? Будем. Хорошо. Значит, там пробежал вопрос, в каком виде решать. Значит, в каком виде решать, матричным или системным, совершенно не важно. Здесь вопрос вашего удобства. Больше ничего. Значит, Данила, что касается того, только вычисления или что-то еще, ну, смотрите, нам нужно убедиться, что в результате мы получим правильный ответ. Нам с вами нужно восстановить многочлен А от Х, который будет устроен вот так, и убедиться, что действительно конструкция отработала. Ну, собственно, это то, о чем мы много раз уже говорили. То, что абстрактное описание алгоритма, конечно, это здорово, но, не потрогая по арифметику руками, ну, мало кто может обеспечить себе настоящее понимание. Есть такие люди, но их очень много. Так, ну, большинство попросило, да, значит, досчитать. Сейчас, коллеги, давайте сделаем так. Те, кто готов считать самостоятельно, вы можете идти отдыхать. С остальными я сейчас закончу вычисления, отвечу на вопросы, покажу картинку, и на этом мы с вами на сегодня закончим. Значит, вот такой план на следующие там несколько минут. Ну, Иван, спасибо. Итак, давайте решать. Прежде чем мы опять-таки займемся арифметикой, давайте поленимся. Посмотрите, пожалуйста. Наши уравнения, вот если посмотреть на левые части, они довольно хорошо разбиваются на две пары. Вот одна, и вот вторая. Я хочу считать как можно меньше. Я, в принципе, считать не очень. Поэтому мы сейчас вот этим воспользуемся. Итак, первое уравнение я пока вообще трогаю. А теперь давайте мы возьмем уравнения второе и четвертое. Давайте я их сначала сложу. Получится 2у0 плюс 2 в левой части и 2д0 плюс 1 в правой части. А теперь я их друг из друга вычисли. Получится 2у1 плюс ку3 в левой части и 2д0 плюс 1 в правой части. Так, коллеги, понятно, как вот эти два уравнения получили? Я вот эти два сначала сложила, а потом гуча. Коллеги, обратите внимание, я вот прежде, чем начинать на матрицу гонять, еще что-нибудь, я внимательно посмотрела на уравнение и кое-что заметила. Тот же самый фокус мы сейчас провернем с серединкой, вот этими двумя равнями. Сначала сложим. Получится 2у0 минус ку2. Это значит единичка. А теперь я их вычту. Получится 2. Значит, на двойку я даже писать сразу не могу, а может, сейчас посмотрим. Значит, получится 4у1 минус 4у3. И равно это будет минус 2д0. Минус 2д0. Так, Иван, сначала я отвечу вам. Мы живем в Z5, поэтому минус 4а1 – это одно и то же, правда? Ничего страшного, Иван. Вот это вопрос исключительно привычный. Вы не так давно начали этим заниматься, но уже на самом деле очень у многих все совсем неплохо. В частности, кстати, у вас. Так, Вячеслав, теперь вам. Нет, не ноль. Посмотрите, пожалуйста. Если я из вот этого выражения, которое, ну, если его раскрыть, да, это минус D0 минус 2. Буду вычитать D0 минус 2. Минус D0 минус еще D0 – это минус 2д0, правда? Так ничего страшного. Нет, 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 коллеги. Вы, ради бога, там не воспринимаете это как нападки с моей стороны. Совершенно нормально, что здесь проскакивают какие-то вот вопросы. Да? Да, и в этом смысле совершенно отлично, что вы следите за выкладками, и если в чем-то сомневаетесь, можете уточнить, да, совершенно это хорошо, это не плохо. Да, вам совершенно всем не за что извиняться. Вы большие молодцы. Так, а между тем, мы преобразовали систему. И преобразовали мы ее, как вы видите, довольно удачно, потому что теперь у нас есть вот эти два уравнения, в которых есть только Q0 и Q2. Ну, давайте теперь, значит, завершать. Прежде всего, вот здесь я, конечно, сокращу на 2. Да, вот здесь двойки и вот здесь двойки. Они мне совершенно не интересны. Что из этого можно добыть? Ну, вот смотрите, здесь есть двойка. Эта двойка мне не очень интересна, поэтому я возьму вот это уравнение. Давайте цветом, может, выделю, чтобы видно было. Возьму вот это уравнение и домножу его на 3. Да, коллеги, еще раз. Я сейчас буду писать очень подробно. Ну, для того, чтобы всем было понятно. Первое уравнение я оставлю, как было. Второе уравнение только сокращу на 2. Q0 плюс Q2 – это значит D0 плюс 1. А вот третье уравнение я дам нужную 3. Зачем я это делаю? А затем, что 3х2 – это 1. И у меня получится, что Q0 минус Q2 – это троечка. Вот это уравнение я тоже пока трогать не буду, только сокращу на 2. Получится, что Q1 плюс Q3 – это D0 плюс 1. А вот здесь, ну, давайте, собственно, я скажу, что 4 – это минус 1. И давно уже, значит, на минус 1. Тогда получится Q1 минус Q3 – это 2D с нуликом. Вот теперь моя система выглядит, ну, как-то совсем прилично. Осталось ее все-таки решить. Первое уравнение… Ну, давайте я поменяю местами, потому что выражать буду через курс 0. Вот эти два уравнения давайте я сложу. Получится, что 2Q с нуликом – это D с нуликом минус 1. Но D с нуликом и Q с нуликом-то равны. Из этого следует, что D с нуликом – это минус 1. Значит, Q с нуликом тоже минус 1. Они же равны. Так, ну, раз я нашла Q с нуликом, значит, я могу найти Q2. Q2 – это Q с нуликом минус 3. Значит, Q2 – это единичка. Теперь то же самое здесь. Сначала сложу. Получается, что 2Q1 – это значит 3Q с нуликом плюс 1. Ну, домножаю на 3, чтобы здесь была единичка. Соответственно, получится… Да, на самом деле я не самый быстрый здесь способ выбрала. Коллеги, давайте-ка я сэкономлю себе вычисления. Давайте-ка я эти два уравнения не сложу, а вычислю. Тогда получится 2Q3. А здесь 1 минус D с нуликом. Соответственно, 1 минус D с нуликом – это 2. Значит, Q3 – это единичка. Ну, осталось подставить. Значит, раз Q3 – это единичка, значит, Q1 минус 2 плюс 1 – это минус единичка. Значит, коллеги, вот мы вроде бы посчитали все коэффициенты. Проверьте, пожалуйста, что я нигде не ошиблась в арифметике. С одной стороны, арифметика кольцевая, кольцо небольшое – все вроде как вполне нормально. А с другой стороны, ну, в общем, шансы запутаться у нас все-таки были. Соответственно, скажите, пожалуйста, везде ли понятно, что и как я посчитала, ну и заодно, а правильно ли я вообще посчитала. Так, у нас получилось точно так же. Отлично. Ну, тогда осталось, собственно, произвести последнее вычисление, вот это. Я сейчас сотру с доски вот эту вот исходную систему, хорошо? Так. Данила, смотрите, значит, Данила. Мы вот из этого равенства, подставив сюда Q с ноликом, равное D с ноликом, нашли D с ноликом. Да? Отлично. Так, друзья мои, я вот эту вот систему исходную могу же стереть, правда? А то мне еще многочлены делить. Столбик. А мне лень. Ну, что ж поделаешь. Назвалась Груздин. Итак, наш с вами многочлен Q получился таким. Их в кубе плюс х в квадрате минус х минус 1. И наш с вами многочлен D оказался равен х минус 1. Соответственно, осталось разделить одно на другое. Ну, давайте разделим. 2х квадрате минус х минус 1 плюс 1. Соответственно, вот у нас с вами получился многочлен антекс. Да, мы с вами молодцы. Считали аккуратно. Нигде не ошиблись. Поделилась на целое. Вот наш результат. Итак, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание. Мы не знали, в какой конкретно точке ошибка. Мы не искали эти точки. Нам вообще не важно, где именно были совершены ошибки. Единственное, что нам было в этом месте принципиально, чтобы ошибок было не слишком много. Теперь мы уже понимаем, что не слишком много означает вот это. И теперь мы с вами имеем возможность восстановить исходное сообщение. Как будто ошибок не было вообще, а точнее вне зависимости от того, были они или не было. Уважаемые коллеги, какие-нибудь вопросы? Будьте так добры. С примером стало понятнее. Ну, коллеги, это стандартная история. Да, с примерами обычно действительно понятнее. Так, Никит, а у вас длинный вопрос. Просто видите, я так уже довольно сильно вас задержала. Нет. Ну, хорошо, давайте тогда спрашивайте. Михаил, если ваш вопрос нужно понимать так, верно ли, что кодирование с исправлением ошибок с машинной точки зрения выглядит так, ответ будет такой, и так тоже. Как вы понимаете, кодирование по ряду Соломона – это не единственный способ кодирования с исправлением ошибки. Более того, это частный случай так называемых кодов БЧХ. И если вы хотите почитать об этом чуть подробнее, есть довольно симпатичная книжка. В вашем списке литературы она была. Вот она. У этой книжки четыре автора. Заглавный автор для меня Шейн, хотя формально он тут не первый. Сама по себе книжка называется «Заметки по теории кодирования». Книжка довольно тоненькая, но я не знаю, насколько хорошо это видно. Книжка написана не очень просто. Но получить по ней представление о том, что такое кодов БЧХ получить можно. И это действительно интересно. Значит, Дмитрий, еще раз. У нас с вами соотношение кодограммы и длины сообщения регламентирует количество ошибок, которые можно совершить. Вот и все. Что у вас там за сообщение длиной 3 миллиона? Ну, вопрос такой странный. Но все может быть. Если вы будете кодировать с исправлением ошибок именно при помощи Ирины Соломана, ну, значит, вам придется взять большое поле вычетов. На самом деле, опять-таки, вообще говоря, поля вычетов – это не единственный вариант конечных полей. Может быть, в курсе алгебраических структур вам расскажут про то, что такое конечные поля непростой характеристики, характеристики степень простого числа. И тогда вы поймете, что вообще-то то, что мы сейчас обсудили, можно обобщить. Но на том уровне, на котором мы с вами сейчас находимся, пока что мы работаем только с полями вычета. Значит, соответственно, Михаил и Дмитрий. Ответила ли я на ваши вопросы? Отлично. Значит, Никита, да, я говорила. Я говорила о том, что пока что мы с вами считаем, что это одно и то же. На самом деле, это не совсем одно и то же. Это изоморфные объекты. Но поскольку что такое изоморфизм вы пока не знаете, мы можем считать, что это просто два разных обозначения для одного и того же. Так, значит, Вячеслав, я говорила о том, что я надеюсь все-таки сегодня смочь найти в своем расписании фиксированное время и выбрать его уже для консультации. Я откладываю этот момент уже не потому, что мне кто-то что-то не прислал, все давно прислали. Сейчас, к сожалению, двигается мое расписание. А как вы понимаете, на мое расписание время консультации завязано предельно жестко. Но как только получится, я сразу же пришлю. Ладно, коллеги, мне уже пора уступать нашу видеостудию, поэтому картинка. Но, коллеги, в данном случае картинка, которую я не могу вам не показать сегодня. Вот, так что поздравляю вас с тем, что у нас с вами пятница, и мы с вами с чистой совестью можем уйти отдыхать. Всего доброго, коллеги, все молодцы, до встречи, пока.